МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свои приветы они шлют нам с высоты. Страна отметила День строителя, а праздник не обошел и наших создателей современных строений. Шкуру белого медведя, которого убили весной этого года на острове Вайгач, полицейские обнаружили за сотни километров от преступления в Воркуте. Подозреваемый найден. Хотел обмануть по-крупному, да не удалось. В городской суд поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая должна была возвести в Бугрино школу-сад. Обвиняемый пытался похитить из бюджета Заполярного района миллионы рублей. Строители всей страны отметили свой профессиональный праздник. В честь этой даты накануне работники Наринмарстроя принимали поздравления и благодарность за их неоценимый труд. Наша съемочная группа сначала побывала на торжестве, а после отправилась на стройку, чтобы узнать о нелегких буднях современных зодчих. Алина Ваучейская продолжит. История Наринмарстроя началась 1 января 1993 года. Именно тогда на базе Наринмарского строительно-монтажного управления было создано это предприятие. По сей день Наринмарстрой ведет в окружной столице жилищное, промышленное, социально-бытовое строительство из кирпича и крупных панелей. Силами Наринмарстроя были возведены хлебозавод, нефтебаза, аэрологический комплекс, животноводческая ферма на 400 голов крупного рогатого скота, типография, мосты через Качгартинскую и Лисозаводскую Курьи, универмаг и многие другие социально значимые объекты. Тех, кто многие годы трудился на благо жителей округа, наградили почётными грамотами. Приурочили к Дню строителя и торжественное открытие доски почёта. Одной из первых прикрепили фотографию Николая Бахерева. 35 лет своей жизни он отдал работе в Наринмарстрое. Электромонтажником Николай Борисович работает здесь с 1974 года. Впрочем, мужчина скромно замечает, что не он один внёс в склад строительства и развития округа. Каждый третий на предприятии сторожил. Люди эти отдали много сил, времени, здоровья. Поэтому они, конечно, должны быть на первом месте и задавать тон всему предприятию, наверное, коллективу, который работает. Ну, как говорили раньше, равнялись, чтобы, наверное, на них. А вот пример брать почти некому. Сейчас на Наринмарстрое работает 430 человек. Больше половины из них – опытные строители. Чтобы предприятие продолжало процветать и развиваться, необходимы молодые специалисты. Их на территории округа обучают только в Нейнском профтехучилище. Однако в последние годы всё меньше выпускников НПУ идут работать в главную строительную фирму округа. Сетует руководитель Наринмарстроя. Само по себе здание уже само виделись. Даже здание морально устарело. Наверняка там проблемы и с технической базой имеются. Вот хотелось бы, конечно, чтобы власть обратила внимание на вот это училище. Это кузница наших кадров. То есть хотелось бы, чтобы там были нормальные механизмы, на которые бы ребята проходили учёбу. Нормальные цеха. И тогда, конечно, нам, естественно, надо поднять престиж именно строительной специальности. А вот столяр-плотник, работающий на стройке детского сада в микрорайоне лесозавод Пётр Шевелёв, когда выбирал профессию, о престиже не задумывался. Главное, чтобы работа по душе была, скромно признаётся мужчина. В рядах строителей Пётр Анатольевич с 1974 года. Понравилось строить? Вообще люблю строить. Дома строю. А в чём вот сложность вашей профессии? Трудоёмкая. Очень. Механизация, наверное, больше. Механизации и вправду не хватает. К примеру, если на укладку тротуара из бетона при наличии новой техники потребуется полдня, то, используя старую технологию укладки, у строителей на это уйдут как минимум сутки. Вот так вот дедовским методом здесь, около садика, укладывают бетон. На самом деле, это очень сложная работа. Бетон тяжёлый, ноги застревают. Здесь дорога каждая минута. Срок сдачи строительного объекта – ноябрь 2014 года. А потому свой профессиональный праздник маляры, плотники, каменщики и монтажники встретили на работе. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Тем временем в регионе завершилась череда праздников, посвящённых Дню Оленя. У жёлтого камня, на кую участвовали ветеранов-оленевода. В честь тружеников тундры устроили праздничный концерт, организовали фотовыставку и открыли новый памятный знак. Моя коллега Валентина Чебичек уверяет, было интересно и познавательно. День Оленя для них не праздник, а возможность передохнуть перед осенним сезоном. В конце августа в оленеводческих хозяйствах начинаются просчёты, и времени отдохнуть уже не будет. Несмотря на возраст и солидный трудовой стаж, многие из ветеранов продолжают работать. Нелёгкие будни и выходные в тундре выдают не только сосредоточенность и молчаливость людей. На фотографиях советского времени хорошо видно, как живут оленеводы. Тундра – это значит уже Ома, а это вот Тимонская тундра. В Тимонской тундре соревнований больше фотографий не оказалось. Роза Ивановна Конюкова, организатор выставки, говорит, что жизнь в тундре очень изменилась. И дело не только в техническом оснащении хозяйств. Теперь в стойбище уже не встретишь неграмотного человека. А буквально 10 лет назад в составе летней кочевой школы вместе с учителями ненецкого языка она обучала грамоте жителей общины Ямто. Но они считают сами очень хорошо, мы их главное научили читать, писать. И на русском языке говорить. Да, и говорить на русском языке. Общаться. А теперь встретившись с Ямтофцем, даже не подумаешь, что это недавно плохо разговаривали, непонимающий русский язык. Отлично все разговаривают. Только бы не забыли родной язык, переживают теперь учителя. Сегодня владеют ненецким языком единицы. В помощь изучающим язык на праздники презентовали уникальный сборник. Теперь ознакомиться с уставом округа, с законами об оленеводстве и традиционном празднике Дни Оленя можно на ненецком языке. Такой сборник в скором времени появится в каждом населенном пункте. Это литературный, правильный литературный ненецкий язык, где должны соблюдаться все грамматические формы. И окончания падежные, и порядок слов ненецкого языка особенный. Поэтому это все должно было быть в законах правильно сформулировано. Еще одним сюрпризом на праздники стал необычный памятник – хекур. Такие композиции из камней служили метками в безлесой тундре. Теперь вместе с желтым камнем хекур станет символом ненецкой земли и оберегом для жителей тундры. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Полицейские установили личность подозреваемого в убийстве белого медведя. Напомню, в апреле этого года на острове Вайгач экспедиции были обнаружены останки хищного животного, которое занесено в Красную книгу. Тогда обследование показало, что медведь был убит выстрелами в тело и в голову, а прокуратура… прокуратура неиск… В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выяснить местонахождение и установить личность подозреваемого в убийстве медведя. Им оказался мужчина 76-го года рождения, житель города Воркута, который дал признательные показания. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли шкуру белого медведя, а также оружие с боеприпасами. Экспертиза подтвердила, что гильзы от изъятых у подозреваемого патронов совпадают с гильзами, которые были обнаружены на месте убийства белого медведя. Прокуратура неискокруга направила в городской суд уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая должна была построить в Бугрино школу-сад на 80 мест. Как сообщают в ведомстве, обвиняемый подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно документам уголовного дела, в декабре 2010 года управление ЖКХ Заполярного района и общество Стоунтекс заключили контракт на выполнение подрядных работ по строительству школы-садов в поселке Бугрино. Сумма контракта составила чуть более 131 миллиона рублей. Спустя два дня подрядной организации был перечислен аванс в размере 39 миллионов. Однако, как утверждают в прокуратуре, директор компании стратил деньги на иные цели, не связанные с реализацией контракта. В том числе руководитель Стоунтекс перевел деньги на счета подконтрольных ему так называемых фирм-однодневок. В результате действия, обменяемого бюджету Заполярного района, причинен ущерб в особо крупном размере. Напомню, школу-сад в поселке Бугрино сейчас строит другая компания. И в продолжение темы. Московская компания «Петрофонд» опять сорвала контракт. Напомню, ранее подрядная организация не начала работы по строительству молодежного центра. Сейчас компания приостановила работы по реконструкции очистных сооружений по улице Хатанзейского. Об этом сообщает Госстройжилнадзор Ненецкого округа. Подрядчик заявил, что продолжению работ препятствует отсутствие у него действующего разрешения на строительство, срок действия которого истек 31 июня текущего года. Заказчик реконструкции, которым выступает Управление городского хозяйства Наринмара, еще в июле продлил срок действия разрешения на ремонт очистных сооружений и известил об этом только Госстройжилнадзор НАУ, но не компанию подрядчика. «Петрофонд» же, не имея на руках действующего разрешения, на строительство по правилам не может возобновить реконструкцию очистных сооружений. По условиям муниципального контракта, ввод в эксплуатацию объекта был предусмотрен еще 10 июня этого года. В итоге очередная просрочка. Смотрите далее в нашем выпуске. Информация для школьников и их родителей. ЕГЭ и ГИА уже со следующего года станут другими. Каких ждать изменений? Число граждан, которые прибыли из Украины в Ненецкий округ уже в сентябре увеличится в разы. Регион ждет самолет с новыми беженцами. Ни много, ни мало 120 человек. Наринмарцы могли увидеть потрясающее по красоте астрономическое явление – суперлуния. Что это такое, расскажем буквально через несколько минут. Морские перевозки из Архабийском Наринмар по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полар Транс. Мы рядом. Телефон 8800-187-64. Сайт polartrans.ru ЛМ Тур. Только проверенные туроператоры. Только надежные предложения. Многообразие различных туров и круизов. Доступные цены. Продажа авиабилетов за границу с оформлением шенгенских виз. Консультирование по оформлению заграничных паспортов. Связь с клиентами по телефону и по электронной почте. Для постоянных клиентов действуют скидки. ЛМ Тур. Мы находимся в здании магазина «Универсал». Телефон 431-67. ЛМ Тур. Это большой ассортимент. Честная цена и надежное партнерство. Мы продолжаем выпуск. Текущее состояние сельского хозяйства и его ближайшие перспективы. Необходимое и возможное для отрасли. Обсудили на сельскохозяйственном совете во главе с Игорем Кошиным. Главным образом различные управления и ведомства собрались выяснить, за счет чего развивать и расширять сельхозрынок. Началось заседание сельскохозяйственного совета с доклада о текущих делах. Однако цифры и факты не так волновали председателей сельхозкооперативов, как поддержка округа. Различного рода субсидий сегодня получает каждый кооператив. Другое дело на что и в каком количестве. Так сельские производители жалуются на высокие тарифы электроэнергии, от которых избавлен город. Чтобы обеспечить равные условия всем производителям, управление ПК и торговли планирует выделять деньги на производственный килограмм продукции. Этот вопрос управления будет решать до сентября. А если говорить в целом и на перспективу, то все эти меры должны помочь сформировать в округе полноценный рынок. К уже имеющимся сельхознаправлениям – оленеводство, животноводство, молочная продукция, рыбодобыча, тепличное хозяйство и рыборазведение – планируется добавить дикоросы. Мы должны решить вопрос продовольственной безопасности нашего округа. Для этого мы должны понимать объем потребления внутренней округи и что мы можем отдавать за пределы. На сегодня перед округом стоит немаловажная задача – подготовить каждого производителя к условиям рынка. А это значит обновить материально-техническую базу и определить правовую форму хозяйств. Сегодня в Нинецком округе работают различные экономические формы предприятий – от сельскохозяйственных кооперативов до семейно-родовых общин, что усложняет поддержку со стороны округа. Надежда Литкова, Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Теперь новость, которая касается учеников и их родителей. Со следующего года все желающие школьники, в том числе и прошлых лет, смогут пройти государственную итоговую аттестацию, сокращенно ГИАД, досрочно. Соответствующие изменения внесены в порядок проведения экзамена. Об этом сообщает Русская служба новостей. Напомню, ранее сдавать ГИАД досрочно могли только выпускники, которые участвуют в международных соревнованиях или олимпиадах, проходят военную службу или находятся на лечении. Кроме того, обязательным условием допуска ГИА будет написание сочинения. Впервые участникам итоговой аттестации будет представлена возможность пересдать любой из учебных предметов в том случае, если получен неудовлетворительный результат. Изменения внесены в порядок проведения единого госэкзамена. Выпускники получат возможность сдать некоторые предметы по завершению программы. Географию, например, можно будет сдавать после 10 класса. В ЕГЭ по иностранным языкам внесут раздел «Говорение», пока аудитирование будет проводиться по желанию ученика. 120 украинцев прибудут в регион в конце сентября. Об этом сообщает официальный сайт администрации Ненецкого округа. Напомним, в июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами России граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном порядке. Так, Ненецкий округ должен принять на своей территории до конца этого года не менее 150 человек. Чтобы разместить такое количество прибывших, предполагается организация временных пунктов размещения. Один из пунктов будет располагаться в административно-бытовом комплексе в районе улицы Авиаторов, а второй в гостиничном комплексе в поселке Искатели по адресу Переулок Арктический. Оба здания требуют небольшого косметического ремонта, помещение оборудует необходимой мебелью и бытовой техникой. Пункты временного пребывания начнут свою работу в конце сентября текущего года. Напомним, в них окружные власти планируют разместить 120 украинских граждан. Как улучшить жизнь населения округа? Об этом сегодня говорили в Фонде социального страхования с уполномоченным по правам человека Татьяной Бадьян. Встреча была плановой. Актуальные темы с уполномоченным в фонде обсуждают регулярно. На встрече говорили о качестве жилья в Ненецком округе, условиях проживания и социально незащищенных гражданах. Главной темой стала обеспеченность населения санаторно-курортным лечением. По словам уполномоченного по правам человека, в этом направлении в округе работа налажена. Однако проблемы еще остались. Так, в планах проработать вопрос организации лечения с учетом пожеланий льготников. На сегодняшний день я хочу сказать, что жители Ненецкого автономного округа в этом вопросе повезло. В отличие от других регионов, там просто даже и не слышали об этом направлении, просто надежды никакой нет. У нас эта работа ведется. Понятно, что ее нужно улучшать в интересах людей и развивать. Жители многих регионов России, в том числе и нашего, минувшей ночью, могли стать свидетелем потрясающего по красоте астрономического явления Суперлиния. Совпали одновременно два фактора. Максимальная близость Луны к Земле и полнолуния. Многие подготовились заранее и заняли точки удобнее для видео и фотосъемки. Однако специалисты уверяют, что любоваться огромной Луной можно будет еще и следующей ночью. Астрономы почитали, что в среднем такое явление можно наблюдать на Земле примерно раз в полгода. И новость последнего часа. В Наринмар буквально только что прибыли с рабочим визитом руководители компании «Зарубежнефть» и совместного российско-вьетнамского предприятия «Русь-Вьет-Петра». Гостей в аэропорту встретил лично глава региона Игорь Кошин. Сторонам предстоит обсудить вопросы взаимодействия недропользователей с региональной властью, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Планируется, что Игорь Кошин и руководители двух предприятий в течение ближайших двух дней посетят остров Колгуев, а также побывают на западно-хасадаюском и северо-хасадаюском месторождениях.